Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Ховата Левовод «Обязанности сердца» Рабейну Бахи. У нас идет 77-й урок. Мы находимся в вратах четверток, врата упования, глава, раздел 4. Снова напомню, где мы находимся, посередине центральной темы, центральной главы, можно сказать, всей книги. Осознание реальности Творца приводит человека к обязанности служения ему. Служение Творцу, оно в первую очередь основывается на вере, которая должна привести к конкретному результату, к плодам. Плод – это и есть упование человека на все, что с ним происходит. То есть, то самое ощущение ежесекундное, которое у нас есть в нашей жизни, это ощущение, полагаясь ли я на себя, или на свой ум, на свою силу, на свои связи, на успех свой и так далее, или я полагаюся больше на того, кто сотворил этот мир и управляет этим миром. То самое знание, вот как я ее перевожу в реальную жизнь, другими словами, если человек, он живет еврейской жизнью, соблюдает повеления и Тору, какие конкретные ощущения, как живут, вот как жить, вот как живут религиозные люди, с каким ощущением они должны жить. Это то, что мы разбираем. С каким ощущением живут человеки, религиозные евреи, он живет с ощущением, что все от Всевышнего. Это есть упование на Всевышнего. Это есть упование на Творцу. Это наша тема. Это общие слова. Вот мы уже на нескольких занятиях пытаемся понять из слов Рабину Баха, каким образом это реализуется в разных сферах нашей жизни. Начали с отношения человека к самому себе, продолжили отношения к окружению его, то, что касается в первую очередь пропитания человека, человека больше всего это волнует, как правило, деньги, богатство, и все, что с этим связано, уже на нескольких занятиях разобрали, каким должен быть человек богатый с точки зрения еврейской. Мы на прошлом занятии говорили, что должен ощущать человек богатый, имеется в виду, и как должен себя вести. И точно так же разобрали, как должен себя вести и ощущать человек бедный. Каким образом должен человек истинным и верным образом полагаться на него, если он богат, если он бедный, как это понимать, как это расшифровывать, что это значит с точки зрения Торы, с точки зрения религиозной жизни, еврейской жизни. И вот мы находимся, мы продолжим эту тему, мы находимся в завершении, мы уже говорили об этом только снова и снова, может быть, подведем итог тому, что говорили в прошлый раз, и продолжение, оно будет мало отличаться, только мы войдем чуть в другую сферу. Речь была о том, что человек должен понимать, что то, что он получает, и неважно, сколько он получает, больше, чем надо, как мы говорили, больше, чем надо, или точно, точно, только сколько ему необходимо, или меньше, чем надо. Все эти три ситуации для пользы самого человека. Ну, по-видимому, сверху виднее, что это для пользы. Человеку не видно, все хотят быть богатыми. Оставь мне в покое с вашими разговорами, дать мне пару миллионов, тогда я смогу с вами спокойно, тихо разговаривать. Ну, много раз об этом уже говорили, обсуждали о том, что вам дадут пару миллионов, и вы то ли садите с ума, то ли все равно они куда-то уйдут от вас, у вас кто-то их заберет, и вы кто-то еще убьет. А, все, что может быть, человек только, ну, в воображении, кажется, я только разбогатею лучше станет. И самое большое заблуждение, надо поинтересоваться у людей, которые действительно стали богатыми, сколько это сделало их счастливыми. Какой правильный подход? Как по-настоящему надо это все видеть? Общее наставление, которое есть в истории. Во всем, что происходит с человеком, видит то самое хорошее, что есть в его положении. Если он богатый, увидит все то хорошее, что богатство может принести ему, его окружению. Видит, как через него все это проходит для других людей, для себя, для близких, для всего. Если это столько, сколько ему полагается, ну, значит, это самое лучшее, что есть. Он прямо находится, как вот еврейский народ в пустыне, когда они получали точную меру маны, точную меру еды, не больше, не меньше. Так ты распроверял, что у них в сердце. Изначально написано, что так проверяют, что я тебе дам столько, сколько тебе необходимо. Чтобы ты понимал, что весь корм приходит не от себя. Не ты кормишь себя, а наоборот, корм приходит от Всевышнего. И так же, если это меньше, чем нужно, точно так же. По-видимому, если пропитание, оно меньше, чем нужно, или приходит из места, как сказано, которое тебе не очень приятно там находиться, ты не любишь место работы и так далее. И даже в этой позиции нужно искать то хорошее, что есть в этом. Эту тему мы даже расширили, и он тоже расширяет. Это можно расширить не только на обеспеченность достаток человека, это можно расширить и на все то, как человек видит себя. Смотрите, есть люди, которые рождаются высокими, а есть низкими. Есть широкими, а есть такие узкими. Есть разные люди. Есть люди умные, а есть еще более умнее, чем они. И самые разные. Есть люди, которые можно назвать красивыми, а есть еще более красивые. Есть рождаются с хорошими качествами, есть со всеми плохими качествами, еще лучше. Человеком свойственно все время быть недоволен как-то вот своим положением. Низкий, потому что низкий. Высокий, потому что он высокий. А те, которые такого среднего роста, нормальными, они видят о том, что популярный вдруг стал высокий, а почему я невысокий. И кто-то один сказал о том, что все время он хотел быть такой, как все. А когда вырос, он уже не хочет быть как все. Он хочет свою индивидуальность. Поэтому если раньше у кого-то были большие уши, то смеялись над ним, не хотели, хотели стандартные уши. Но когда-то он уже вырос, он вдруг понимает о том, что наоборот, предпочтительнее иметь большие уши, потому что это как-то выражает твою индивидуальность, как принятым современным миром. Люди недовольны претензий. Я уже не говорю про то, что я дальше буду говорить одному, такая же наудра, такой муж, это дети такие, родители, то это... Человек может сойти с ума. Человек все время в претензии. Человек все время он обвиняет кого-то. Обратите внимание, у нас вообще есть привычка, в первом деле, кто виноват. Не просто так, по-видимому, было написано большое произведение, которое то ли произвело у нас впечатление, то ли оно характеризует то место, откуда мы вышли. Это в первую очередь искать виновных. Кто виноват? Естественно, не я. Кто виноват вокруг меня, в моем положении, что я такой, мои родители, страна, не знаю кто. Мы готовы всех обвинять, кроме самих себя. Это не по-еврейски, это не так, как должен чувствовать себя человек религиозный, как должен он себя чувствовать. Он должен чувствовать о том, что то, что происходит с ним, это самое лучшее, что может быть. Если он низкий, то есть в этом колоссальные преимущества. Я не говорю про то, что он уже просто, так сказать, пролезет в какую-то дырочку, в которой высокий нет, светиться не будет. Это не наша тема. Сколько можно найти достоинства у человека низкого? Высокого? Знаете, сколько есть достоинств? Видит издалека, видит больше других и так далее. Жена такая, жена эти такие. На все ситуации, мы сейчас будем проходить их, не все, а частично будем, увидим, как можно найти изначально так много хорошего. Надо только присмотреться в это. В принципе, жизнь, она, казалось бы, вещей банальной для многих из нас. Есть такие понятия, называются оптимист и пессимист. В принципе, мы описываем ситуацию, когда взгляд на мир, он пессимистический. То есть мы видим людей, которые недовольны, недовольны с собой, недовольны окружению, все время жаловаться, еще виновны, все это хорошо. Им надо записываться в очередь к этому психологам, платить деньги, там находиться годами, таблетки брать в конечном итоге. Но у нас есть одна таблетка. она практически не стоит денег, она вообще не стоит денег, она стоит усилия, денег не стоит. Называется вера и упование. Человек, который живет верой в уповании, у него просто нет возможности просто докатиться до психолога, я уже не говорю до психиатра. Я надеюсь, люди понимают разницу между психологом и психиатром. Почему? Потому что вера и упование дают человеку основы жизни, жить совершенно, видеть мир совершенно другим взглядом. В мире принято называть это оптимист. Есть еще другой, упоминали его в прошлый раз. Это называется самовнушение. Если люди тут говорят, и это слышали такое выражение, все время тут люди любят, говорят, будет хорошо. Ну, человек светский может такое сказать ему, простительно, человек религиозный сказать, будет хорошо, значит, тебе сейчас плохо. Значит, получается, что то, что Тарез тебе сейчас послал, ты недоволен, ты все ждешь, что когда-то будет хорошо, и так всю жизнь будет хорошо. Значит, вся жизнь проходит, это кфира, это как бы неверие в провидение Всевышнего. Человек должен знать, что посылается ему, все к добру идет. Теперь человек может прийти с претензией, говорит, хорошо, в принципе, а чем вы отличаетесь от этой психологической практики, практики, которая принята частично психологией, частично, в окружении всего этого, под названием самовнушение, это сегестия известная такая. Чем отличается? Ведь, в принципе, человеку нехорошо, ему плохо, я низкий, я высокий, я такой, я сякой, а у меня не хватает, а вы хотите убедить, что это хорошо? Приходят психологи, что говорит, да, давай, смотри, но тебе все равно уже плохо, я тебе помогу, только иди за мной, я тебе буду убеждать о том, что на самом деле это хорошо. Что ты у меня убеждаешься хорошо? Я знаю, что это плохо. Но если ты убедишься, что это хорошо, тебе легче жить будет. Ну, иди, знай, человек, уже плохо жить, я уже умею, давай попробую, попробовал, убедить, убедить, эта практика, по-видимому, она работает, и кто-то, кому-то удается себя убедить, что на самом деле ему хорошо. Он плачет, но он уже, так сказать, ему хорошо. С еврейской точки зрения никакого самовнушения нет. Это всего лишь навсего. Снова давайте прокрутим в голове причинно-следственные связи от существования первой причины Творца, сотворения мира, и мы творение, и мы сотворены для определенной цели, и мы должны добиться этой цели, и все, что связано, все, о чем мы говорили уже, много-много, 77 уроков, то разум обязывает это, это не самовнушение, это самая реальность. Сказали, что реальность Творца это само добро, и мир был сотворен только для того, чтобы воздать добром от добра Творца, который с абсолютным добро. Поэтому все, что с человеком происходит, все происходит для добра. Нет секунды в жизни человека, нет ситуации, в которой он находится, не важно, то ли он находится перед смертью, он находится в больнице, он находится в страшной боли, он находится где-то, неважно, неважно, где он находится, а человек все время думает только о себе и видит только то, что под его носом. Он не видит, что сверху, всю картину его жизни. У него счета только этого мира, он не понимает, что он тут человек временный, и он идет в грядущий мир, а все, что с человеком происходит, в первую очередь связано, и все его даже старания, и радости, и прочее, с грядущим миром, а не с этим миром. Поэтому он не понимает, что с ним Творец делает, не понимает, что это все для добра, он думает, что это все вот, вот такая у меня тяжелая жизнь, вы смотрите, этого нет, вам легко говорить, это не еврейский подход, нет в этом ни веры, ни упования, ничего нет. Те должны знать, что есть самая таблетка, которая, человек берет ее, и он может жить совершенно другой жизнью, есть определенный порядок, как мы видим мир, как мы видим свое положение, мы должны знать, что все, что с нами происходит, утром человек встает, не знает, что еще произойдет в течение дня, в течение дня есть много сюрпризов, которые жизнь приводит, все будет лятува. Естественно, что человек, как мы говорили, сам решил там покончить с собой, и все прочее, это взяты или там принести себе вред, или носить свои глупости, что-то или еще что-то на дело, не надо ввинять кого-то другого, не искать мужика, но все, что приходит к нам со стороны, мы этого не искали, явно, что это кто-то берет нас за руку, не кто-то, сам творец, и ведет нашу дорогу. Мы уже много-много это раз обсуждали, винет о спас жизни, и все, что с нами происходит, мы уже много-много раз говорили, это испытание, и свобода выбора человека, человек выбирает, как это видеть, все, что с нами происходит, то ли как испытание, то ли как трагедию, или как проблему, то ли это проблема, то ли это вызов для меня, я сам решаю, это и моя свобода выбора, низкий, высокий у меня родители, нету денег, есть деньги, все, все испытание, я все должен видеть это, если я только хочу быть человеком, по-настоящему, не говорящий о еврейской жизни, а живущей еврейской жизни, по-настоящему живущей, должен жить этим, все, поэтому, когда мы говорим, Гамзу, коля тува, все для, мы любим повторять эту фразу, все для добра, все к лучшему, все к лучшему, все к лучшему, но мы по-настоящему живем этим, все к лучшему, все к лучшему означает, что все, что за мной произошло, все к лучшему, сейчас стукнулся, да к лучшему, сейчас я бы говорим о плохом, сейчас от меня ушла жена, да к лучшему, а я сейчас женился, да к лучшему, у меня мой ребенок, то сказать, вдруг на меня стал надо мной смеяться, да к лучшему, мы просто не понимаем это, просто не понимаем, это вступление которое у нас было мы говорили об этом этом стоимо снова снова и снова и снова снова к этому вернуться как как только еще добавлю интересно когда 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 интересно тема поднимается то посылает всегда кого-то кто тебе что-то расскажет такое что вот точно по по теме говорил несколько дней назад соседом своим его несколько месяцев назад была машина она исчезла что нас исчезла он продал ее не она не исчезла на простую продал встретились разговорились как дела что вы говорит что вас что случилось им говорит ой ты не представляешь до этого вот у нас какие ощущения бред скажем парень мужчина да ему в принципе по природе своей мужской хочется хочется водить машин чтобы у него было первых что-то было во вторых это удобнее и тысячу и одна значит причин почему ему надо обязательно сесть за машину и вы чувствуете себя мужчин а если у кого нет мужчины как у себя должен чувствовать и нет машины теперь есть люди у которой они по разным финансовым возможностям они смогут позволить 20 машин 10 одну по крайней мере точно купили машину у них нет проблем купить машину потому что не могут купить машину по своим возможностям есть люди которые по тем же финансовым возможностям не могут купить машину теперь ну какое состояние должно быть машины у всех есть машина у меня нету видишь жена смотри возможно мы какие-то вообще даже машины нет невозможно за тащиться надо в автобусом надо того человек может прикончить и бежит но может себя просто живым закопать почему ему потом придется таблетки искать пойдет он его не помогут психологи надо психиатра будет таблетки надо вместо того чтобы взять таблетку упование на всевышнюю и сказать себе в том духе которая тут вот описывается о том что тот факт что у меня нет машины вау это самое лучшее что может быть и что и услышала своего соседа мы ты не представляешь я прошел а я так хотел эту машину я купил эту машину месяц хватило мне на это месяц я вдруг попал я думал что у меня жизнь станет облегчиться я смогу куда хочу поехал туда сюда купил машину началось то надо подскочить сюда подбрось меня сюда почему-то не купил ты же на машине да папа звони горит и почему не приезжаешь тебя есть машина он начинает друг это вдруг он выясняется о том что он всем оказался должен этот обиделся тот а у него у него жизнь про это кроме того у него два раза это муж купил старенькую машину надо было ее в гараж отдавать надо было ее чинить у меня было столько времени раньше я ехал я слушал музыку я слушал уроки я у меня было время на на то это я бы у меня было все было все было по-другому а сейчас жизнь превратился у меня в овоща диада как же это так вот такой разговор у меня был с этим соседом который просто что называется с небес послали для того чтобы вот был достойный пример достойный пример тому о чем и сейчас говорит давайте продолжим только продолжим по тексту обсуждения говорит рабейну бахи теперь обратимся к третьей семи частей снова напоминаю когда когда начали рассуждения разных сфер жизни которые требуют прояснения как по-настоящему должен человек регион себя чувствовать в этих сферах то он выделил всем сфер жизни человека и мы с вами уже первые два обсудили тебе приходим к третьей сфере сюда относится то что связано с женой детьми домочадцами близкими с теми кто любит его навсегда есть кто-то кто нас любит его врагами есть то у нас и не любит друзьями знакомыми с теми кто выше его в обществе и ниже его спрашивают рабейну бахи каковы же здесь верные пути и способы полагаться на бога то они зависят от положения человека в обществе его личных обстоятельств прежде всего заметим что человек может находиться в одном из двух положений теперь он сейчас начинает снова анализировать этот вопрос вот этой третьей сферы который каза касается не только его не только его и пропитание через него всему окружению как мы разбирали перед этим а уже непосредственно связи с окружающей средой жена дети домочадцы близкие те кто его любят те кто его не любят друзья знакомые общество вокруг тебе что в такой ситуации может произойти две возможности одна возможность что он будет чужой в своем окружении либо находиться в кругу своей семьи и близких другими словами две ситуации когда мы говорим о то что касается окружения она может быть быть она может и не быть есть люди что называется одиноки они не живут на опушке леса и не в горах и не в пустыне они живут среди людей но не одинокие люди у них нету близких по каким-то причинам нету родственников нету 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 практически ник нету никому есть люди одиноки у них нету семьи нету друзей что такие люди делают видимо это основные кандидаты в психолог психиатр и таблетки почему потому что целый день проходит в одиночестве то невыносимо это скучно это порождает всякие разные мысли не никто не любит никто не интересуется я никому не нужен для чего я живу жизнь ужасна и один по-видимому если человек живет сам по себе без веры без упования без вообще осознание где что живет то это ощущение она очень как бы люди бы сказали человеческое по-человечески одинок и жить не хорошо же не хорошо же ну спросите а где тут все для добра где тут то добро которое обещанное которое мы говорим где-то добро и вот он говорит послушайте жизнь человека это вещь субъективное это субъективное ощущение каждый прекрасно сам знает что ощущение внутри строит строить наш взгляд на мир вот то что с ним происходит это хорошо или это плохо быть одному это хорошо или плохо зависимости от того как надо посмотреть царь как посмотреть зима это хорошо ли плохо вспомнил и детстве анекдот я прошу прощения за подобные вещи анекдот столь про одного человека у которого близкие ушли из жизни и вот он причитает и плачет совсем один остался и плачет совсем один остался совсем один и как в анекдоте бывает постепенно его голос переходит вы на другой тон совсем один остался ха совсем один остался наконец-то один остался можно так можно так интересно это что-то изнутри что меняет взгляд то ли я несчастный за зима не настался или наконец-то я один остался дайте мне пожить я посмотрим что говорит рабейны бахи что в таком положении ведь мы мы могли бы сказать ах как это плохо как не хорошо быть одному к кто сделал что ты один цедр ты человек светский не отвечай а ты человек религиозный есть творец кто сделал кто сделал кто сделал что ты один значит он как-то хочет тебя к чему-то пробудить к чему хочу пробудить присмотрись ведь он хочет дать тебе то что человеку семейному окруженному заботой и проблемами семьи и всего он себя снял он тебе дает что-то особенное ты один присмотрись если он один чужой для окружения его то пусть он постарается ощутить свою связь с богом в тот час когда он чувствует пустоту и одиночество и полагается на него в своем положении чужака пришельца а и вот самое основное человек остался один сейчас мы даже это проясним это это настолько глубокая вещь настолько важно человеку иногда оставаться одному для чего нужно один вот у нас есть митцва тмедит если есть митцва постоянно которая есть самое сложнейшее которое есть вообще понятно как его можно осуществить называется любовь к всевышнему любовь постоянно митцва как его можно осуществить чуть-чуть занят то побежал туда сделал то кто-то сказал тут обиделся тут обрадовался тут заплакал тут туда-сюда заботы никто не мешает один все чужие человек остался один совсем один остался наконец-то почему у тебя есть возможность обрати внимание ты один используя этот момент для чего ведь есть тот кто сотворил себя кто ищет твоего сейчас внимание наш называется интимный момент почему вы остаетесь вдвоем та самая любовь она только тогда когда никого вокруг нету невозможно говорить о любви если еще кто-то там вертится вокруг то ли третий есть еще кто-то это когда вдвоем но вы бы остались его вдвоем интимной ситуации в автотошема локеха так у нас написано обратите внимание что когда мы прокламируем это монотеизм единство всевышнего до что он ход до этого идет объяснение в любви и начинается крячма молитва это начинается в авто это шема локеха а любовь может быть только когда есть один когда только ты и он за у никого больше нет ну используя этот момент говори нам раба и нубахи ты сейчас остался один ну посвяти эти минуты своего одиночества раздумья всевышнем связи ним пробуждением и благодарности за все что он дал и это приведет тебя к ощущению любви к нему действительно интимный связь с ним то есть когда ты чувствует пустоту и одиночество то надо полагаться на него во всем ты мне специально послал это положение одинокого как здорово что ты мне послал мое одиночество и только благодаря этому я могу достоиться времени вот этого драгоценного связи с тобой подумать этими пусть задумается о том продолжает арвейну бахия что душа человека гости пришелец в этом мире и обитатели земли и странники на ней еще одна возможность подумать прикинуть связь свободное время ты же один подумай прикинь да люди не задуматься у них нет времени то есть снова если надо все построить самого начала есть творец и мы творение и она сотворил для определенной цели мы должны добиться и так далее она от эта цель находится в грядущий мир и не в этом мире задумайся душа человека гость пришелец в этом мире что эту делу мне плохо того что я один если я глобально начинаю смысливать всю свою жизнь и понимая куда я иду для чего я живу самое же благо что сейчас остался один ведь снова не так и так страшно это пустота одиночество я сам создал эту пустоту но я могу ее и заполнить пусть подумает о том что всякие у кого близкие в этом мире через недолгое время вновь сделаются чужими для всех и одиноким после смерти своей и их смерти и не поможет ему не родственник не сыне один из них не придет к нему говорит послушай что ты что ты переживаешь ты один вот у людей смотрите есть семья вот у моих знакомых смотрите окружен семьей у него есть и дети уже и внуки есть а я один одинешенек человек может от зависти умереть как у других вот смотрите складывается жизнь а у меня никого не ты знаешь хэшбунот ашем ты знаешь почеты всевышнего ты знаешь что 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 для тебе уготовлена что ему готовлю на что тебе уготовлена как ты ты не знаешь этого а как надо рассуждать надо рассуждать что тех людей точно так же как у тебя чего ты хочешь ты хочешь чтобы тебя были родственники они все люди смертны сегодня не живут завтра они не живут ну так ты они у тебя сейчас будут сейчас снова не будут или или они есть тебя не будет не меняет ситуацию принципиально другими словами что мы видим что в каждом положении каждом положении вера упование она позволяет человеку видит то хорошее что в этом есть можно усмотреть и в этом свобода выбора плохое но таро говорит выбери добро и устранись от зла выбери жизнь они смерть потому что когда мы выбираем выбираем видеть добро это сама жизнь мы живем а здесь жизнерадонность у нас есть радость живем совершенно по другой жизни нашей воле выбрать и зло то есть видеть плохое в этой жизни и это смерть есть люди которые что называется трупы и они живы живы трупы живы люди которые вроде живу да но на самом деле они никакой жизни не живут проживает ее то это что мы разобрали что в ситуации когда человек остался один и нет у него украшения нет в этом такого чего тоже сильно плохого сейчас скажет нам дальше продолжит рассуждение бараха ворване баха и скажет того что плохого нет сейчас увидите сколько хорошего есть в этом а ну подумай после этого пусть подумает о том что с него снять тяжкий груз забота нужных и потребностях его близких и воспримет это как одно из благ дарованных ему творцом ведь если он будет вынужден заниматься делами этого мира его труды будут легче без жены и детей и отсутствие и для него покоя благо а если он пожелает позаботиться о том что ожидает его будущем мире то и в этом случае вне всякого сомнения его сердце будет более свободно в минуты уединения часто это разберем она она секундка это очень чувствительная тема если кто-то захочет выборочно нас слушать стоит этот удобный момент чтобы вот все понять наоборот осторожно человек остался один она присмотрись говорит вот в такой ситуации в том положении надо увидеть что хорошего что творец тебе послал хорошим он говорит смотри ты что не видишь посмотри люди вокруг тебя жена одна жена сколько времени занимает жену пришел один человек на дух и говорит все нормально знаете все отлично девушка все нормально она практически не разговаривает она говорит ну как минимально смеяться громко или смеяться тихо чтобы он не понял ты что не понимаешь что тебе посылает самое большое благо которое есть тихо наоборот радуйся она тебе туда и все остальные 99 процентов они они же съедят тебя они же им нужно нужно пока пока час того не поговорят они женения не их нет душа не может успокоиться и ты будешь обязан сидеть и слушать мы тебя будем обещать как слушать свою жену чтобы ты не дай бог не то сделал чтобы дал ей возможность почувствовать что ты ее слушаешь и так далее несмотря что мысли в другом месте тебя освободили от этого тебя нет сколько времени жена занимает сколько время с ними разговаривать как надо успокаивать сколько надо спросить прощения сколько раз надо извиняться сколько раз надо это же можно сойти с ума тебя всего этого освободили люди сходят с ума они-то хотят жениться после этого они они не проклинает этот день когда они это связали с этими женскими душами которые вообще это другой народ чего не понимает любое мое движение заминировано тут виноват в этом тут виноват не так сказал то не стать сел ту не то обратился таска этого и ты вообще меня не понимаешь все она закончил на этом дело тебя освободили ты один вот сейчас один до насладись этой минутой по крайней мере а то от жены тебя освободили это же это же это же обуза которую невозможно для вот вот для вот под для такого скажем да вот для мужского такого знаете интеллектуального духовного человека интеллекту который ищет чего-то жена это просто просто это 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 увидеть эту сторону всего лишь на всего если мы успеем концу мы скажем все наоборот это те которые женаты это те которые жена баруха шеем ты который но ты один сейчас ты обязан увидеть то добро которое тебе сейчас посылают какой с тебя сняли груз кого сами сколько дети занимают время вы знаете сколько я уже не говорю про то что мы обязаны заниматься ими как 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 если у нас есть дети начинал же посвящен время мы должны давать их чистое время проводите с ними время 5 10 15 минут с каждым ребенком говорит просто манечка что слышно что в школе что детском садике что не знаю где кто где-то просто 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 душевные какие-то отношения чтобы давать им силу и расти их таким образом это же как солнце это как вода на ихнюю душу внимание родители это занимает время мы мы не понимаем что такое время мы не ценим это время они все не время иногда бывает на 2 знаете в образно говоря представьте себе есть какое-то место вы заходите вас пора вам говорят а можно вот отрезать мочку ухо у вас что вы скажете хотите особо роли не играй 2 отрежем не нужно мы захотим это это сейчас меня кто-то хотя отрезать от меня ты не хочешь меня хочешь отрезать они и убежи мне не захотим находиться в таком месте терчат приходит и говорит послушай а ты можешь тут со мной вот поговорить у меня то сказать я хочу тебе рассказать на три минуты имеется ввиду на три часа а три часа это как это это не часть меня это не часть моего тела часть моей души это моя жизнь состоит из этого количества времени которые мне выделили в этом время это я это моя жизнь ты хочешь теперь забрать у меня три часа времени на что что просто рассказать мне уже двадцатый раз то что всем рассказывал еще раз еще раз еще раз еще раз это мое время если люди которые очень любят приходить к разговаривать с раба ним особенно когда еще началась или а это было особенно ярко бросалась а да они горят можно мне сразу вам надо рассказать им надо знать эти в крестьянские представления надо исповедоваться исповедоваться имеется ввиду надо рассказать о своей жизни чтобы раф сказал ты прав ты правильно себя это то что все хотят это тоже все ищут это одно единственное чтобы всем подтвердили что все были фото ты был прав конечно так прям по торе сам бог тебе значит с тобой соглашается это то что люди хотят услышать хотят поговорить не понимает о том что никто ни один нормальный человек он не будет раскидываться за своим 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 самым драгоценным что есть у него своим временем раввили ашев взглянули в раха был к доля до но не было одной секунды времени потерянного просто я его напоминаю потому что перед моими глазами я это человек который мы встречались и видели все знали вот они несколько поколений назад мимо мы все увидели он 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 был он кстати был человек бодет он был он был пример редкий это не правило это исключение справил он учился один он сидел синагоги всю свою жизнь просидел в той же самой синагоге никогда не входил из них всю жизнь когда говорю всю жизнь имеется ввиду и ночь и день и практически не было никогда перерывов у него не было поедем туда поедем сюда отпусков не было одного дня не было были праздники отпусков нет существует у нас нет и понять он вынужден был принимать людей для того чтобы отвечать на вопросы он это делал потому что он так выполнял митсват хэсет милосердие без к человек обязан выполнять митсу милосердие он выполнял так что милосердие он сам по себе по своей природе не мог это делать он вынужден был взять человека который стоял около него и всех людей которые пришли это сказать поговорить в больше чем надо приходилось и их как бы останавливать и говорить о том что смотри спроси что ты конкретно хочешь спросить спроси и он смотри какая длинная очередь ценил время не буду рассказывать можно до утра говорить о о нем а всех остальных рамках они на всех наши мудрецов которые необыкновенно ценили время жили ты не видишь о том что о том что о том что тебя освободили какое великое добро тебе дали о том что о том что ты не занят это в ней часами не говорить с женой и уделяй время и у тебя нет уже родителей тебя не надо за ними ухаживать и у тебя нет обязанности своим друзьям сидеть приходить на все эти и на 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 все свадьбы на все бармицы на все дни рождения сам это же со мной дни рождения это святое дело у нас попробуй не пройдя на день рождения в субботу естественно на какой-то ресторан это же конец лета самое самое событие в жизни надо там сидеть часами тебя освободили этот радуйся радуйся теперь для того чтобы радость была полная смотрите что какой мысли он это развивает как он развивает он говорит о том горит а а если он пожелает заботиться о том что ожидает его в будущем а ну а ну кроме того что тебя освободили время у тебя есть время на что ты будешь его использовать он говорит если ты чуть раскинешь мозгами и прикинешь что ожидает его в будущем мире то и в этом случае всякого сомнения его сердце будет свободно в минуты уединения смотрите ты сможешь вообще сосредоточиться на чем-то ты сможет вообще думать о чем-либо теперь смотрите как он как он это объясняет поэтому люди отдалявшиеся от этого мира бежали от родных из своих домов в город чтобы освободить свои сердца для служения богу мы знаем о том что во всем мире человек который хотел жить жизнью духовной хотела на чем-то сосредоточиться жить какими-то мерками что чего-то чего-то понять в этом мире он должен был уйти из общества и мы начиная там с диагена который сидел в бочке с буддистов которые жили на 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 я знаю где-то на в горах и в лесах все мыслители они искали уединить одиночество что в них никто не мешал и также поступали пророки во времена когда существовало пророчество обратите внимание снова надо сказать это не наш путь у нас нету будет это только пруть и едини путь единиц путь пророков и так далее но 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 в целом в целом тура запрещает вот это уединение искать это одиночество вовсе нет но такой путь существовал и он действительно он оправданный какой о том что вы даже 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 и пророки в свое время они покидали свои жилища и уединялись чтобы сосредоточиться на своих обязанностях перед творцом так сказано влиял и лишая все 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 что приводит пример тут робин бахи приводит пример говорит как вообще надо понимать вот это вот это одиночество которое есть которое тебе придет как его надо понимать как его понимать приводит пример кори так рассказывает об одном из правильника я прочту это длинный чуть-чуть пример но он сказать хорошо написанной карте вы можем понять из прочтения рассказывал об одном из правильников это как причем отдалившись от этого мира которая пришел в одну страну чтобы научить ее жителей служения богу он прошел их обучать он обнаружил что они все носят одежду и украшения одного цвета все носит одинаково одежду и могилу умершим недалеко от входа в дом кладбище прямо на входе в дом и не видел он среди них женщин как это называется по-русски одорот нашим как мы скажем это о сегрегация женщин ведь уже началась уже с этих притч он спросил их обо всем этом я не ответили ему так мы одеваемся в одежду одного цвета для того чтобы бедный не отличился от богатого чтобы богатый не гордился своим богатством а бедный чтобы не стыдился прекрасно смотрите все одинаково одеты все одинаково живут во всех дома коммунизм все одинаково никто никому не будет завидовать чтобы вы были равными на земле также как будем и под землей ведь под землей небеса мы будем все равными в конечном итоге мы хотим уже это сами как бы почувствовать в этом мире подобное этому рассказывают об одном царе который пребывал среди своих рабов его невозможно было узнать среди них из-за его скромности в одежде украшениях дополнительно к этому так или иначе то первое все одинаковые одеты второе мы помещаем могилу умерших у входа в наши дома чтобы они служили нам напоминаниями наставлениям и чтобы мы и чтобы быть нам готовым к смерти и чтобы мы готовили себе припасы запад то есть что за припасы заповеди добрые дела в дорогу вообще хорошо когда человек имеет могилу не на придет к себе на могилу то есть она еще не заполнена она еще пустая и его как только прикинет о том что жизнь короткая и перед лицом смерти все эти склоки все эти обиды все эти проблемы что виновата жена и виноваты дети виноваты и родители виновата правительство виновата все виноват бог севин какие виноваты сейчас сейчас уйдешь могилу кому ты это будешь объяснять там уж точно знаю что тут и поленился тут твоя гордость тут вы высокомерие тут твоя зависть тут вы все же открыто врешь обманешь прекратить отдел перед лицом смерти человек понимает о том что надо жить истинной жизни настоящий как здорово хорошо прямо было бы выйти в этой стране вымышленной есть 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 прямо могилы на входе в дом это второе а то что мы отделились от наших жен и детей знает что мы выделили для них поселение не недалеко отсюда и когда кому-то из нас требуется что-либо то есть то ли исполнить обязательства по отношению к ним то ли потребность что ли от них он идет туда получает или исполняет требования и возвращается к нам мы поступили так ибо увидели сколько сердечных забот и великих потерь и тяжкого труда проистекает от близости с ним и сколько и и бы сколько покоя приносит им удаленность чтобы избрать для себя то что связано с будущем мире произведено этого мира что сказать вся я я я я я я я я я явно очевидно что то что касается этого этого мира если мы только вдумаемся выношено на сколько занимает у нас я не говорю времени сколько занимает душевных сил все эти связи с окружающим миром первым делом это жена муж точно так же это занимает полностью все человек может погрузиться было счастно сначала потому что нет жены а потом потому что есть жена потому что есть муж потому что нету муж а он сказал так она сказала так это проходит не эти этот обиды три дня обидели четыре дня беде потом снова потом надо отомстить потом на снова биться в только это снова к это глупость потом с ровно и ничего то не додали он тебя задел он тебе так сказал это жизнь уходит на что потом вспоминая на что она ушла то самая короткая жизнь как будь рад и 1 в этой эти эти философы мыслители они искали не уединялись академия была вне города то что слова понятия гони это было место где можно было уединиться искали этого уединения все кто хочет чего-то добиться вон искать это важная вещь вид тура запрещает это мы обязаны жить внутри внутри должны быть не правильники на обувь колеса а по себе в семье это испытание прямой лоб-блок это то что тора обязывает но есть и много хорошим и видим что пример пророков мы видим природа исключительные ситуации в которых человеку нужно быть одному и подойдут до нужно быть одному значит если ты остался один какой-то причине то несчастный почему ты несчастный присмотрись к тому положение ты увидишь как много добра есть в этом так много добра все мы слышали бы одни нас и великих и наш гехов нашего времени раз шума вольбе все знают его книга лейшур знаменитая которую он наш современник он шел из жизни всего меньше десяти лет мы его видели все его жизни его жизнь она 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 он убежал с одного время войны во времена войны он был заперт я не помню то ли пять лет то ли подряд не выходя из какого-то подвала это он жил в швеции или в дании я не помню в каком из этих мест он жил в европе там на севере европы он просто там прятался от 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 немцев он там прожил вот в в запертом помещении и не только он и много других служб есть люди которые с этого мы сошли с ума от этого одиночества а он принципе построил себя как личность благодаря этому одиночеству он там сидел учил где то что мне помогло это мусор еврейская этика все книги еврейские которые 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 говорят о еврейской жизни о том как жить вот типа книги села теперь охвата льва который он 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 там он просидел он он прожил это будет там я себя построил меня оказывается это отделили от всего в момент когда вокруг андроламусе война происходит все несчастье беды трагедия он один творец уже готовит человека который оказался фундаментом понимание всего всех еврейских книг через 40 лет он просто он написал книгу алейшу роду самых знаменитых которые есть у нас высы из наших современников которые написали которая казала колоссальное влияние на 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 многих на 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 построил очень многие где он это все взял из этого одиночества вынужденного в прежде он понял о том что в его одиночестве это его преимущество он видел то добро которое него есть снова что мы говорим в любой ситуации в которой творец нас помещает и неважно в какую и неважно чего нас состоит в данной ситуации мы разбираем сферу жизни касающиеся одиночества вы дали одиночество радуйся этому найди только все положительные стороны сам не находишь смотри я тебе перечисляю 1 2 3 4 вот это перечислить вот хочешь добавить добавлять пожалуйста это в той ситуации когда у человек один нет у него семьи нет окружения нет друзей ну теперь давайте перевернем ситуацию если же у у человека полагающий сего на бога есть жена и родные те кто любит его а также те кто ненавидит неважно окружу окружен заботами окружен проблемами есть кто меня любит истами ненавидит и с кем спорить с кем иметь в пусть он надеется на бога на то что он избавить его от трудов и забот которые они ему причиняют пусть он старается исполнить свой долг перед ними удовлетворять их потребности всеми свои всем своим сердцем быть с ними остерегаться чтобы не причинять им ущерб делать все для их блага бы и для них верными надежно во всех их делах обучать их всему что будет им полезно в торе и в делах этого мира для их служения творцу и все это следует делать не ожидает них вознаграждения в ответ и не ради их будущих услуг и не из любви к почету и похвалам ожидаемые от них и не для того чтобы властвовать на ними а только для того чтобы исполнять заповеди творца плюсти его совет и выполнять то что он побелел по отношению к ним ибо тот кто заботится об их нуждах ради цели тех целей от которых вы предостерегали выше не достигнет желаемого для себя в этом мире труды вы будут напрасны и он потеряет награду будущего мира но если он заботится о них только по два имя служения всевышнего то он поможет им то он поможет им оплатить ему добро в этом мире и вложит в их уста похвальное слово и возвеличится это человек в глазах сказано и получит великую награду в будущем мире также том о чем не просил ты дал я тебе и богатство и почет принципе тут надо это разобрать каждое слово а и что тут есть что-то только нету смотрите это точная рекомендация жизни давайте сейчас скажем продолжим следующий раз надо 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 это сказать как человек должен жить как жить одному мы уже сказали человек один рассмотри сколько добра и что ты один используя этот момент у тебя свободно отлично очень хорошо есть жена есть дети ни один много шустрые такие мама с папой что сказать я же не говорю про этих это самая теща там с этим естественно дяди тети не подарок друзья в этой компания мы знаем что это такое приехали туда сутова его его что делать такой ситуации как же как же вот сейчас ответ пусть он старается исполнить свой долг перед ними оказывается у нас есть долг перед ним что за долг кто вас поместил вот кто вам дал жену все очень детей все очень друзей все очень чем от вас хочет у вас хочет что вы исправили себя не их у вас есть долг поэтому по отношению к ним какой долг исполнение митцвот бенадамла хаверро между человеком и человеком в чем это в конечном итоге должно выражаться и дальше идет что-то сногсшибательное мы естественно не обратили на это внимание что-то в этом сногсшибательное удовлетворять их потребности я женился для чего чтобы жена удовлетворяла мои потребности оказывается это не так человек живет за их него жизнь правильный взгляд какой удовлетворять их потребности жена жены потребности дети детей я должен всем мне никто ничего не должен служить мне никто ничего не надо чек надо повторять тысячу раз ты еврей да хочешь быть жизнью еврейской до понимаешь что есть творец да а понимаешь ходе жизнь первую очередь выучай эту фразу повторяю по 100 раз мне никто ничего не должен а ты да а я всем должен почему потому что так вот вот как я хочу быть подобным вот он всем должен начать тоже должен всем должен удоверять их потребности все своим или не просто так всем своим сердцем быть с ними не совсем сердце остерегаться чтобы не причинить им ущерб не обидите их быть чутким как всем людям не судить по себе а по ним самого человека может быть это чувствительность как у слона а тут видите такая кроха это стрекоза заказывает чувствитель надо по их не чувствительности по их не понимание по их не жизнь нельзя причинить им ущерб делать все для их блага они для своего блага для их блага для их блага не на своем быть для них верными и надежными помощниками во всех их делах обучать их всему что будет им полезно в торе целый список а что в конце в конце всегда нас ждет сам сатан сам я царадов смотри сколько для тебя делаю смотри смотри я тебе забочусь я тебе даю тебе даны ты мне спасибо даже не скажешь верно это всегда вот знаете вот вот когда уже человек сделал хорошее дело всегда в конце придет сам сама сам за массовая которая и деготь в этот в бочку с медом не даст до конца выполнить мельцу мельцу надо всегда выполнять все хорошие до конца начал завершить могу остановить случай был рассказывают если они шиба с рабочим фанчтен он ехал однажды с с с с со своим человеком который сказал после занятия он сковоров куда вы едете домой давайте вас вас подвезу он его подвезу а кто знает в нью-йорке там все эти улицы они односторонний надо так он их останова на восстановил там в расстоянии где-то 100 метров от его дома нога почему ты меня тут остановил он горит потому что там нельзя подъехать одностороннее движение минут сделать целый круг тут недалеко ра то прав сказал поехал вокруг привез вода место когда он его привез он искал скажи мне не ты думаешь тяжело было просить и 100 метров вовсе нет я хотел тебе обучить одну вещь если ты уже начал митву начал митсу запиши и до конца я закончу тебе это все дело испортит не дай ему это начал до конца сколько раз у нас было возможности сколько раз мы выполняли хорошие добрые дела и в конечном итоге надо было в конце что-то мм то ли поленились то ли куда-то хотели то ли это все нам испортили это дело надо знать до конца что если мы уже что-то хорошим делаем не надо ждать вознаграждение в ответ и не надо если уже начали то надо закончить эту миссию мы не ждем спасибо за хорошее дело а кто ждет он несчастный человек несчастные люди которые все время ожидают что ему за это по глава благодаря что его там сказать надо делать потому что надо делать или делает это не из любви к почету и похвалам ожидаемым их они для того чтобы властвовать над ними а только для того чтобы исполнять заповедь творца блестивую заветку кто идет творцом выполняет делает добром хорошо ему в этом мире хорошо мог грядущими то остановимся тут всего наилучего продолжить в следующий раз привет из русалима